В едином строю участники шествия несли портреты своих героев, участников Великой Отечественной войны. И сегодня они вновь в победном строю благодаря своим детям, внукам и правнукам. Они с нами в одном строю смотрят за мир с фотографией и празднуют место с нами. Глядите за руку лица, лица героя, состоявших в разы с детьми. Сегодня оригинальные участники нашего парада проходят гадар вновь в мертвых зданиях и боях в тепло без народа. Вы трудно с вашей стороной победу за решение. После завершения шествия бессмертного полка в сопровождении знаменной группы на площадь были торжественно внесены флаг Российской Федерации и Знамя Победы. А затем стройными колоннами подразделения юно-армейцев образовательных учреждений района продемонстрировали всем свою выправку. Чекания шаг прошли по площади. Ассистенты учащейся 11 классом от Мевокурганской школы номер 1 Тищенко Данил и Корольков Александр. Командир знаменной группы государственного плата учащейся 10 классом от Мевокурганской школы номер 1 Миловская Ольга. В адрес ветеранов, тружеников тыла прозвучали слова поздравлений и благодарности от главы администрации района Дины Алборовой. Как жаль, что сегодня в нашем строю встречают победную майскую весну четыре фронтовика. Я искренне благодарна им за жизнь, за мир, за победу, за свободу. Сегодня, три года назад, мы с вами впервые прошли в бессмертном полку вместе с нашими земляками. И мы, правильно сказал президент, так точно, Владимир Владимирович Путин, пройдя в строю в одном, мы четко понимаем, какой ценой далась нам эта победа, как хотелось победного мая, что в наших жилах течет кровь, что у нас те же гены, как и у наших дедушек и бабушек, что мы прямые наследники, наследники победы, которую никому никогда не отдадим. Уважаемые земляки, искренне с праздником вас! У нас есть будущее, у нас есть единство, у нас есть родина, у нас есть семья и отчий дом. Нам есть, что любить, что защищать и за что бороться. С праздником вас! С Днём Великой Победы! Затем на площади состоялась концертная программа, подготовленная работниками районного Дома культуры. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Память павших на фронтах Великой Отечественной войны, оставшихся вечно молодыми и ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня, почтили минутой молчания. В дань уважения ко всем землякам участники торжества возложили венки и цветы к Мемориалу Славы.